Организованной преступной группировки, которая захватила власть Украины. Поэтому мне кажется, что сейчас я не в судебных процедурах должен быть, а должен организовывать Народное четвертое бюро ляк для Народного вечера, с целью, у которой есть четкая цель, добиться отставки главы организованной преступной группировки и изменения ситуации Украины. Наша вещь – это в ответ на издевательство их со стороны главы. Будем разбираться не через эти суды, потому что эти суды такие же подборожники, как и все остальные суды прокуратуры Украины. Мы будем разбираться с ними через воли и заявления мирных народов, через спокойную, но очень мощную народную силу, через то, чтобы подвинуть их от власти, через конституционные механизмы, зафиксированные во всех международных и конституционных актах Украины. Поэтому совершенно понятно, что они сегодня хотят. Они хотят сегодня совершить этот так называемый суд. Тут сказал мой адвокат Руслан, что мы уважаем суд, и я не уважаю этот суд. Я не уважаю начальников этих судей, эти суди сами не уважают суд. Эти суды и суди сами не уважают закон. Эти суди сами издеваются на народном Украине. О каком уважении может идти речь? Мы будем уважать тот суд, который будет образован независимым после смены власти Украины. И после того, как придет власть, которая будет уважать людей, и не будет их права топтать, как они это топтают. А все остальные будут отвечать. Запомните фамилию этих судей, запомните фамилию этого парня. У них будет достаточно времени в кюровной камере посидеть и подумать, для чего их использовали. Пока их хозяева будут из Мордивы присылать свои привельства. Они, каждый из них, участвует в преследовании людей, издевательства над людьми и нарушения законов, в том числе уголовного права. И еще сегодня парижная власть, испугавшись акций, проводит массовые обыски у активистов Рухановых сил. Петр Малдивский и Юра Юго-Шейшельский, они глубоко не правы. Поэтому, вместо того, чтобы сначала нагадят, а потом начинают оправдываться и искать причины, что и как. Значит, и начинают объяснять, что это все хорошо, и средний класс может тебе это все позволить. И более того, выкладывают счета свои нагло. Что говорят, ну какая разница, оплатить 20-30-50 тысяч долларов, какая проблема. Есть большая проблема. И эту проблему мы будем им ретельно пояснивать щоденно. Пока они не зрозумеют, что им далее залишаться у влады, что тоже шкодит их здоровью в майбутнем, это больше. Я не кажу про крайнюю жизнь. Так что такие вот справы. Спасибо, что вы есть. Совершенно очевидно, что там есть деньги олигарха. Надо быть слепыми. Только нам говорят, что наша партия как-то финансируется. Только чтобы обмунтировать вот этих людей. Это огромные деньги. То, что они потом вытворили в Черкасском городском совете, я не знаю, плохой этот совет или хороший. Но то, что нельзя перевороты совершать с помощью людей в масках, я точно знаю. И если они хотят где-то свою силу потреблять, чего они в Черкасск поехали? То есть совершенно понятно, что если они действительно за народ, то адреса есть гораздо ближе. На Банковой, например. Они в Черкасске. Совершенно понятно, что чистая игра на перстке. Нас как обычно разводят. И вместо того, чтобы реальную борьбу, нам подсовывают людей, которые, первое, пугают людей, запугивают людей, и второе, выступают против легитимных минных маршей людей и народа Украины. Поэтому я считаю, что то, что касается этих так называемых дружин, при всем том, что, еще раз говорю, может быть, в части ребятам хорошая мотивация, но их финансистов, их вдохновителей хорошей мотивации нет. Их мотивация, она четко показывает. Не надо ничего гадать. Они это заявляют. Они против народа и против народного движения. Само говорят и про Порошенко. Но я в это не верю. Если против Порошенко, уж идут на Банкову. Что они по Крещателю бегают, что они в Черкассах потеряли?